Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я хочу показать вам игру, которую я сделал в свободное время. Эту игру я делал для того, чтобы получше прокачать свои навыки в использовании библиотеки компьютерного зрения OpenCV. Также мне нужно было поразбираться с движком физического моделирования Box2D. Ну и хотелось потренироваться в написании кода на языке C++ с использованием френдверка CUTE. Когда я был маленький, мне очень нравилась игра Arkanoid. Вы знаете ее. Это когда на экране прыгает шарик, а внизу вправо-влево ездит бита, которую этот шарик нужно отбивать. Сверху находятся кирпичи, и шарик эти кирпичи выбивает. Мне очень нравилась эта игра. Но хотелось, чтобы бита могла перемещаться по экрану не просто влево-вправо, а ездить куда угодно. Вверх, вниз, по всему экрану. Еще хотелось, чтобы эта бита могла наклоняться. Чтобы можно было отправить мячик под нужным углом, в нужное место экрана. Теперь я вырос и смог написать прототип такой игры. У меня в руках картонка. На ней изображено два контрастных прямоугольника. Этот прямоугольник имеет соотношение сторон 2 к 1, а это просто квадрат. С помощью этой визуальной метки я буду управлять ракеткой на экране. У меня есть веб-камера. Не самая лучшая, но с хорошим разрешением. С помощью нее в реальном времени происходит захват видеоизображения. И компьютер обсчитывает картинку и находит на ней вот эту графическую метку. Давайте посмотрим, как с помощью куска картонки можно управлять движением объекта на экране компьютера. Так, ну запускаем саму игру. Оп-ля-ля-ля. Так, начали играть. Физика тут достаточно простая. Все считается очень быстро. Вот, объектов немного на самом деле. Значит, ну в принципе вот сейчас вот если я выбью последний шарик, вот перешел на второй уровень. значит у ракетки ракетка не симметричная именно имеется ввиду сама метка не симметричная вот это нужно для того чтобы можно было даже в ракетке определять верх и низ то есть сейчас покажу вот то есть она может даже переворачиваться квертормашками может быть это можно сделать какой-нибудь уровень на котором придется вращать ракеткой даже квертормашками может быть очень будет интересно если сделать еще стрельбу из стрельбу из ракетки тогда можно будет стрелять в разных направлениях давайте еще раз посмотрим сейчас приготовлюсь поехали вот управлять принципе достаточно удобно конечно хотелось бы чтобы камера работала побыстрее да и алгоритм распознавания чтобы работал чуть-чуть побыстрее потому что потому что распознавание само запущено в отдельном потоке вот и конечно скорость 60 кадров в секунду с такой скоростью конечно распознавание не происходит вот оно вынесено в отдельный поток да очень удобно наклоном направлять шарик примерно всегда понимаешь куда он будет лететь настоящих арканоидов отскок шарика зависел от того в какое место ракетки он ударится если он ударялся в центре то он отскакивал под своим живым угол падения у него рак был равен углу отражения а если ближе к краю то угол сильно менялся с помощью этого можно было регулировать отскок вот ну а здесь очень естественным образом этот отскок регулируется с помощью наклона с помощью наклона ракетки так ну неужели у меня получится ой всего три кубика осталось да ёлки-палки но все игра закончена ну давайте посмотрим как еще можно развить эту игру достаем реквизит вот у меня есть такая коробка на которую можно наклеить белые листы бумаги здесь квадрат здесь прямоугольник точно такие же как вот на этой графической метке и можно уже играть в арканоид стоя встав достаточно далеко от камеры но и это еще не все во внутрь такой коробки можно положить железный лом мешок с песком или гантелью и таким образом заниматься физическими нагрузками я думаю что физическая нагрузка будет достаточная при такой игре но это потом может быть я потом и запишу видео как происходит игра в арканоид с помощью большой картонной коробки ну и немного информации напоследок игра разрабатывается с открытыми исходниками под свободной лицензией исходники размещены на гитхаб называется игра move noid ссылочка будет в описании под видео возможно что я сделаю еще небольшую домашнюю страничку на своем сайте webhamster.ru хочу сразу предупредить что игра писалась и тестировалась в операционной системе Linux как она будет работать под Windows мне не известно и сборки под Windows у меня даже и нету в общем всем удачи будьте здоровы до свидания 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 Субтитры подогнал «Симон»